Соловьёв Которые вот как раз Отсылали государству То, что там государство Например Не доплачивает вот тем людям Которые пострадали во время вот той трагедии Безусловно, печальная ситуация Нехорошо Да-да-да И вот как его обвиняют Местные журналисты Наши русские Великие Так, вот Азинна Дудь радостно кричит Не пишет она, снимай Дудь радостно говорит о том, что во всём виновата государство Ну, там всё сложнее По крайней мере Его позиция значительно сложнее Государство виновата как минимум в том Что люди пострадавшие Той трагедии Не получают достаточных средств Виновата, виновата Есть какие-то другие варианты Может быть у богатого Соловьёва Я не знаю Надо быть дегенератом Надо быть дегенератом Чтобы неправильно Трактовать Фильм Собственно Дудя И по-моему Соловьёв Дегенерат Как раз Тот самый Ну, потому что фильм Достаточно простой Да, он 3 часа идёт Он длинный Но он простой Как и сам Дудь Дудь тоже несложный И не очень умный персонаж Поэтому Ну, лол А чтобы Не суметь трактовать Вот тот фильм Надо быть ещё глупее Дудя Дудь, по-моему Даже на интеллект Особо и не претендует Ну, поэтому А Соловьёв претендует Но при этом Не может понять Очень простой фильм Интересно Лучше бы он рекламировал Head and Shoulders А лучше бы ты Рекламировал Head and Shoulders Друг В этой башке Кроме химических элементов Проктера и Гимбл Ничего другого Не обнаружено А критика Будет Товарищ Соловьёв Критика фильма Нам нужна критика фильма Ну, вот Не понравился фильм Ну, Дегенерат Допустим Дудь Что не так Конкретно Ну, что Спортивный журналист Был бездарный Теперь полез в другую Будется Просто гадить По чуть-чуть Три часа Говорит Самый лучший Журналист В мире Безусловно Который говорит Только правду И никогда Не торопится В своих суждениях Даже сейчас Вот сейчас Он тоже не торопится Он очень внимательно Видимо Посмотрел фильм Вот что-то Не попадает Он Никогда Точку И у ни малейшего Понимания О том Что, почему И как И реально Произошло Там ему В фильме Не особо Нужно Малейшее Даже Понимание Он просто Ведет Так скажем Журналистское Расследование Ходит К людям Которые Были На той Трагедии Собственно Которые В общем-то Были Жертвами Той трагедии Может Они Не понимают Что там Произошло А Соловьев Понимает Ну Может быть Вот такая Трактовка Возможно Просто Ну Тогда Соловьеву Надо сказать Что Люди Пострадавшие В Беслане Ничего Не понимают Что произошло Тогда А Соловьев Понимает И все Что они Говорят И говорят Против Государства Ну Вот Они Дегенераты По Соловьеву Должны Получаться Потому что Фильм О них И они В основном Главные Герои Этого Дудь Дудь Чуть Чуть Дудя Дудь Интервьюера Ну Хорошо Он Спрашивает Он Задает Вопросы Люди Могут Отвечать На них Хорошо Позитивно И тогда Дудь Выглядел Например Дурачком Если бы он Спрашивал Вопросы Про Государство А люди Отвечали На них Как Дудь Ты что Государство Нам Помогает Все Отлично Все Прекрасно А Вот Не так Отвечают Люди Почему Может Не в Дуде Проблема На данном В данном Виде В данном Фильме Вы посмотрите На эти лица Вы посмотрите На эту Толощеную Нечисть Вы посмотрите На этого Борца С перхоти Вы посмотрите На это Одеялко Которое На коленках Соловьева Вот это Миленько Пледик Такой Сидит Так Мило Там же Нольца Сопереживания Ааа Вот теперь Мы на эмоции Как бы давим Эмоции Ноль сопереживания А у тебя Сколько сопереживания Люди Три часа Рассказывали тебе Как им плохо Сейчас И как им было плохо Тогда И почему у тебя Ноль сопереживания Мудила Со своим Пледиком Убогим Скажи пожалуйста Я вот не понимаю Этого Еще и в телефоне Роется В телефоне сидит Одновременно У него все эфиры Видимо с телефонами Так проходит Сидит В телефоне Роется Пледик Там видимо Его шубка Лежит на стульчике Там рядом Прекрасно Прекрасно Поживает у нас Товарищ Соловьев Чаек Там кофе Вижу стоит Ох Ох как хорошо Вот это я называю Лощеная нечисть Кто эту В общем Мразь Раскручивает А кто Эту Мразь Раскручивает Ну в смысле Я не то чтобы Сторонник Дудя Или Либералов Но Ну лоу Как бы Какие там Деньги Кто это Все накручивает Мы знаем Кто тебя Зато накручивает Не проблема Та самая Либерастня Пытается Поднять Лу наверх Они не понимают Что этим Они открывают Врата ада Врата ада Да Это прям Это прям В душу запала Мне эта фраза Врата ада Открывают Ну честно Это очень смешно Они открывают Врата ада Но наверное Они открывают Врата ада Чтобы отправить Туда товарища Соловьева Там Киселева И прочих Не очень хороших людей Вот их бы Я бы отправил И для этого Пришлось бы Открыть Врата ада Непосредственно И поорать еще Врата ада Давайте еще раз Послушаем Потому что Это прекрасно Помогло Пытается Поднять Лу наверх Они не понимают Что этим Они Открывают Врата ада Да Шикарно Фух Мы прервемся Через несколько минут Я продолжу Нет Я хочу Еще раз Посмотреть Про врата ада Пытается Поднять Лу наверх Они не понимают Что этим Они открывают Врата ада Фух Ладно Шикарно Врата ада Это Кульминация Просто Деградация Вот этого Человека Он Просто Отвратительен По-моему С вратами Ада Своими Ладно Это смешное Видео Просто реально Смешное Видео Человек Не посмотрел Фильм адекватно Ну Судя по всему Фильм Относительно Нейтральный Но Что-то Бомбануло Врата ада Открылись Наверное Поэтому Он и прикрылся Пледником Потому что Его врата ада Определенно Были Открыты Недавно Да Восьмикратно С вами Прощаюсь Субтитры Продолжение следует... Продолжение следует...